Так, окей, ну что, значит, смотрите, ну, во-первых, я думаю, что все так или иначе сталкивались с какими-нибудь системами электронных таблиц, их, в общем, ну, как правило, люди говорят слово Excel, но при этом подразумевают все, что угодно, это может быть Google Spreadsheets, это может быть OpenOffice или LibreOffice, это может быть какие-нибудь, допустим, под Маком есть программка Numbers, которая тоже реализует электронные таблицы немножко по-своему, есть разные другие менее известные утилиты. Вот, я думаю, что я буду показывать сейчас все на примере Google, на примере Google Spreadsheets, по банальной причине, это штука, которая, во-первых, всем доступна, а во-вторых, ну, вот у меня, например, нет Excel, а как-то экстрически сложилось, что я не пользуюсь WindowsOffice уже довольно давно, вот, ну, давайте, давайте я что-нибудь такое покажу. Так. Так, вот я создал какой-то Google Spreadsheet и, значит, давайте я как-нибудь назову. 21 или 4. Значит, ну, во-первых, электронная таблица, это, в общем, штука, которая похожа на пандусовский deadframe, но немножко отличается. В чем разница такая принципиальная? Ну, во-первых, в электронных таблицах, по крайней мере, вот в том, что реализовано, допустим, в Google Spreadsheets, нет никакого понятия, ну, как бы, это вот такая вот плоская таблица, которая может быть заполнена данными как угодно. Здесь нет вот этого разделения на том, что у вас есть колонки, которые обязательно должны быть однородными, у которых есть имена и есть строчки, которые символизируют наблюдение. Тут, в общем, все может быть устроено как угодно. Вы можете сами решить, например, что у вас первая строчка является строчкой с именами. Допустим, у нас есть какой-нибудь сейчас name, last name, и есть country grade, и дальше заполнять эту таблицу сколько угодно. В некоторых ситуациях у вас… Давайте я сделаю что-то покрупнее. Интересно, можно это здесь сделать? Средственным браузером, наверное, можно zoom-in сделать. Вот. Там еще есть 100% значочек. Да. Да, я вижу. Ну, давайте я сделаю просто вот так все покрупнее. Вот. Значит, как я уже сказал, тут не требуется, нет никакого представления о том, что столбцы должны иметь одинаковый тип. То есть я могу легко записать, например, сюда какое-нибудь другое слово, скажем. Я могу здесь написать average, и вот здесь, например, посчитать этот самый average. Да, это я уже показываю какие-то формулы, но про формулы я поговорю отдельно. Вот. Значит, в обычных системах электронных таблиц нет никаких переменных, кроме вот ячеек той самой таблицы, с которой мы работаем. И это, с одной стороны, упрощает жизнь, с другой стороны, усложняет. Это упрощает жизнь, потому что вы сразу видите все значения всех переменных, они у вас как бы на экране, у вас нет никакого скрытого состояния, какое бывает при программировании. Но, с другой стороны, вы не можете, у вас каждое значение, оно должно занимать какое-то место в таблице, и это в какой-то мере разрушает, как бы это сказать, частоту этой таблицы. То есть, вы не можете ввести вот такую вот четкую семантику, что вот у вас есть столбец, он обозначает какую-то переменную, потому что легко может оказаться, что вам нужно будет куда-то вписать что-нибудь, что не является значением этой переменной, просто потому что нужно куда-то вписать. Вот. Я за это недолюбливаю систему электронных таблиц, но тут ничего не поделаешь, такая логика. Вот. Соответственно, довольно часто разные функции, которые, значит, разные инструменты в системе электронных таблиц, все-таки могут, им можно объяснить, что у вас, например, первая строчка, это на самом деле не просто какие-то буквки тут написаны, а что это именно название столбцов. Например, когда вы строите графики или когда вы вычисляете какие-нибудь, делаете какую-нибудь фильтрацию, что-нибудь в этом роде. Вот. Значит, есть система электронных таблиц, в котором название столбцов прописывается более-менее явно, например, это вот как раз в Маковском Numbers так сделано, но вот здесь, например, такого нет. Значит, ну давайте посмотрим на что-нибудь более веселое. А, да. Значит, еще давайте я скажу пару слов по поводу типов данных. Значит, вообще, как языки программирования, данные в системах электронных таблиц могут иметь разный тип. Но тут как-то этот тип, он такой гораздо менее… Ну вот в питании, понятно, вы создаете переменную, представляете, значение число 4. Ну понятно, что это вот будет целое число. А тут, значит, фактически вы можете… У вас в ячейке хранится какая-то информация, вы можете на эту информацию смотреть как бы по-разному. Например, вот я набрал здесь число 4, да, я могу сказать, что давайте мы будем это число 4 воспринимать как… Ну вот отображать его не как число без десятичных знаков, а как число с десятичными знаками. Или, например, распространенная ситуация… Вот, кстати, смотрите, я сейчас написал 4.00, и он воспринимает это как число. Он показывает, что он воспринимает это как число тем, что он делает выравнивание по правому краю. Для строчки он делает выравнивание по левому краю. Ну вот, как видно здесь. И тут на самом деле может быть по-разному. Например, может оказаться, что вы сейчас на своем компьютере пишете 4.0, а он воспринимает это как строку, потому что в зависимости от настроек, в зависимости от типа программы, он может воспринимать либо точку, либо запятую в качестве десятичного разделителя. Опять же, тут нет такого строгого. Вот в питании вы не можете сделать десятичным разделителем запятую ни при каких условиях. Ну вот, с другой стороны, я написал 4.0, но он сейчас это не воспринимает как число. Он воспринимает это как строчку. И я никак не могу его заставить воспринимать эту штуку как число, кроме как честно взять и заменить запятую на точку. И еще есть веселая история с тем, что системы электронных таблиц время от времени любят… Ну, они пытаются угадать, какой тип данных. Вот вы вводите какое-то значение, он пытается угадать, что это за тип данных. И, ну, например… Сейчас, ну вот интересно, если я хочу записать какой-нибудь телефонный номер, что он мне сейчас скажет. Ну да, вот типичный пример. Значит, допустим, я хочу сделать какую-то ячейку, в которой я записываю телефонные номера. Я их записываю в международном формате, начиная с плюса. Значит, естественно, он тут же пытается это переконвертировать в число. Это, возможно, что это не то, что вы хотите. Вот. От этого есть способ защититься. По крайней мере, в Google Spreadsheets это можно сделать вот так. Если вы начинаете строчку с апострофы, то она воспринимается как строчка. Апострофы при этом как бы не отображаются, но, по крайней мере, видно, что это строка. Вот. Значит, ничего еще веселенького. Ну, хорошо. Да, и еще довольно часто эти системы электронных таблиц пытаются что-нибудь превратить в дату. Значит, ну вот я не знаю, например, если я сейчас напишу 24.01.2021. Нет, это, кстати, он не воспринимает, похоже, как дату. Ну-ка, давайте проверим. Допустим, если я хочу сделать такую штуку. Плюс. Дейт. Допустим, 0.01. Ну да, вот это он говорит, что он не понимает этого. Значит, он не воспринимает эту штуку как дату. Видимо, у меня сейчас здесь так настроено, что у него даты воспринимаются в самом смешном формате. Да, у него сейчас, ну, я не знаю, это мои локальные настройки или что это, но он воспринимается сейчас в качестве даты в смешном американском формате. Если я придумывал бы самый бессмысленный формат для дат, то я бы, наверное, мне трудно было бы придумать что-то лучшее, чем такое, когда идет сначала месяц, потом день, а потом год. Вот. Ну, окей, такое тоже бывает. Иногда вы пишете что-нибудь вроде, там, 21.04, подразумевая вещественное число, и он думает, что это на самом деле дата, и конвертирует ее в дату. Такое тоже частенько бывает. Вот. Соответственно, насколько я понимаю, я, честно говоря, не погружался в то, как это все устраивает. Насколько я понимаю, он хранит информацию в каком-то внутреннем представлении, но позволяет ее отображать по-разному. Например, я могу попробовать взять вот эту вот дату и переконвертировать ее в что-то другое. Значит, допустим, я могу сказать, что... Сейчас, как это здесь делается там... Да, допустим, я могу взять и сказать, что это теперь число. Ну, вот что вот это за число 44 307, я не знаю, но это, возможно, там количество дней, которое прошло с какого-то момента, или еще что-нибудь в этом роде. Но мы можем теперь назад вернуть тип отображения даты и снова получить сегодняшний знаменательный день. Вот. Ну, в общем, к этому нужно быть готовым. Ну, вот видно, что можно преобразовывать данные в разные форматы. Дата, время. Вот. Ну, хорошо. Значит, это какие-то детали. Давайте поговорим про что-то более веселое. Значит, если бы можно было бы в электронных таблицах просто писать какие-то значения в виде табличек, то, конечно, электронные таблицы не стали бы одной из таких killer features. Это то, что, в общем, принесло компьютеры в, ну, я бы даже сказал, не в индустрию, а вот, ну, в общем, в каждый офис. Собственно говоря, система электронных таблиц. Это изначально был там какой-нибудь Lotus 1, 2, 3. Потом это был Microsoft Excel. Это, в общем, то, что оказалось востребованным в каждом офисе. Но благодаря тому, что эти штыки позволяют не только записывать какие-то числа или строчки в прямоугольной табличке, но еще и что-то считать. Значит, для того, чтобы что-то считать, нужно писать формулы. Формулы начинаются со знака равно, и дальше вы можете в эти формулы подставлять значения разных ячеек или диапазоны ячеек. Ну, вот, например, давайте я сделаю что-нибудь простое. Допустим, у меня есть какие-то студенты, какие-то оценки, и я хочу для каждого студента посчитать его среднюю оценку. Ну, например, смотрите, умный Google у меня сразу подсовывает в качестве подсказки, что, наверное, если я назвал так колонку, наверное, я хочу посчитать среднюю, и сразу выделяет мне в качестве тех колонок, по которым я хочу посчитать среднюю, выделяет именно числовые колонки. Ну, давайте согласимся с ним. А теперь тот же Google мне предлагает продлить эту формулу вниз. Ну, давайте снова с ним согласимся. Так, ну ладно, я подобрал, как всегда, неудачный пример. У меня одинаковая средняя получилась. Давайте заменю тут число на что-нибудь другое. Вот. Значит, опять же, пафос истории в том, что вы можете делать как бы некоторый аналог циклов или некоторый аналог векторизованных операций, которые есть в NumPy, благодаря тому, что, значит, вот эти вот ссылочки на ячейки автоматически меняются, когда вы двигаете соответствующую колонку с формулой. Причем двигаете более-менее как угодно. Можно, например, если я скопирую, вот я сейчас просто сделал, допустим, edit copy, если я вставляю эту ячейку в другое место, то она автоматически заменяет… Видите, здесь была формула C3D3, а здесь формула C5D5, потому что как бы все ссылки на все ячейки во всех формулах, они по умолчанию носят относительно характера. То есть вот здесь написано C3D3, но на самом деле, грубо говоря, то, как это запоминает система электронных таблиц, что нужно взять ячейку, которая отстоит, ну, в данном случае, там на сколько-то позиций относительно вот этой ячейки влево, и, соответственно, рассмотреть диапазон отсюда до сюда, но относительно вот этой ячейки. Когда я перемещаю эту формулу куда-нибудь в другое место, автоматически формула обновляется так, чтобы сохранялись бы вот эти вот относительные координаты, а абсолютно при этом игнорировались. Это не всегда то, что мы на самом деле хотим. Иногда мы хотим что-то зафиксировать. Ну, вот простейший пример, допустим, я хочу сделать какой-нибудь… Давайте я добавлю какую-нибудь переменную, в которой я буду… Окей, допустим, я хочу умножить все вот эти вот средние на какое-то число, а само число хочу модифицировать как угодно. Я могу завести здесь, допустим, переменную коэффициент, допустим, сказать, что он изначально 10, а потом я хочу, допустим, вот эту среднюю умножить на этот коэффициент. И если я сделаю вот так и дальше попробую вот эту формулу продолжить вниз, ну, например, просто копируя, или другой способ продолжать вот так вот растягивать, он автоматически тогда скопирует эту формулу, ну, видно, что я вдруг получаю нули. Всякий раз, когда я работаю с электронными таблицами, я, ну, как правило, я напарываюсь на что-нибудь такое. Ну, почему это происходит? Потому что вот эта вот ячейка тоже считалась относительной, и, естественно, она передвинулась, когда я стал двигать эту формулу. Чтобы этого не было, мне нужно зафиксировать какую-то из координат этой ячейки. Соответственно, я могу зафиксировать либо строчку, либо столбец, либо и то, и другое. В данном случае я собираюсь сдвигать эту ячейку вниз, то есть менять строчку, значит, зафиксировать я должен тоже строчку. То есть я должен, значит, эта фиксация делается таким образом. Я ставлю доллар перед названием, но перед номером, в данном случае, строки. И теперь, если я буду сдвигать эту ячейку, то, соответственно, видно, что у меня вот этот диапазон сдвигается, а вот эта штука остается на месте. А вот если я попробую ее подвигать наоборот вправо, вот так вот, то у меня здесь тоже произошел сдвиг. И это, в общем, значит, это связано с тем, что я поставил доллар здесь именно перед единичкой, а не перед I. Если я хочу зафиксировать и по горизонтали, и по вертикали, то нужно поставить два доллара. И здесь, и здесь. Ну, тут, правда, опять же, у меня возникла бессмысленная формула, потому что, когда я сдвигал вот эту штуку вправо, видите, у меня теперь вот эта штука зависит от вот этого average. Вот, честно сказать, когда я начинаю про все это рассказывать, у меня такое ощущение, что программировать на питоне проще. Вот, но, в общем, не знаю. Вот. Ну, окей. Это, наверное, были какие-то базовые штуки. Давайте поговорим про что-нибудь более интересное, если нет никаких вопросов пока что. Давайте я доделаю эту табличку, добавлю каких-нибудь. Чего еще бывает? Ну, наверное, из таких важных, чуть более продвинутых вещей это некоторый аналог, значит, некоторый аналог джайнов. Допустим, что мне нужно, значит, вот у меня есть одна какая-нибудь табличка, у меня есть какая-нибудь другая табличка, допустим, я создам другой лист. И тут у меня тоже будут какие-нибудь студенты. И, допустим, на этом другом листе я хочу сделать, ну, там что-нибудь, что-нибудь вытащить на вот этот другой лист. Допустим, что вот это оценка за домашние задания, а я хочу сделать некоторую сводную таблицу, в которую я хочу вынести средние оценки за разные типы форм-контроля. Но в частности, я хочу каждому студенту вынести свою оценку за домашние задания. Как это можно сделать? Во-первых, можно делать ссылки на другие листы. Например, я могу… Допустим, что я даже не хочу копировать вот эту штуку, а хочу сделать просто, чтобы у меня вот в этом листе totals… Допустим, что я этот лист totals заполнял как-то по-другому, и у меня здесь студенты идут в другом порядке. Чтобы было веселее, давайте как-нибудь вот так это сделаем. Значит, у меня студенты как-то перепутались. И я теперь хочу добавить сюда этих студентов, ну, добавить сюда средние оценки этих студентов, ну, вот брать их из первого листа. И делается это так. Значит, есть разные способы это делать. Первый способ состоит в том, чтобы использовать функцию VLOOKUP. Значит, VLOOKUP – это такой местный аналог того, что мы проходили под названием джайнов. Значит, он позволяет найти в каком-то диапазоне, найти данные из… Найти строчку, которая удовлетворяет определенным условиям. И значение именно из этой строчки подставить вот туда, куда вы хотите. Значит, ну, давайте я покажу, как это работает. Значит, вот я пишу VLOOKUP. Дальше мне нужно указать, что я ищу. Значит, в качестве того, что я ищу, должна выступать одна ячейка. Ну, в данном случае я, допустим, буду считать, что у меня у всех студентов зовут по-разному, у них разный first name. Это не всегда так, естественно, но, как правило, мы можем сделать какой-то уникальный ключ. При необходимости можно его скомпоновать из разных ячеек, но в любом случае они должны быть в одной ячейке. Значит, дальше мне нужно указать тот диапазон, из которого я забираю эти самые данные. Ну, в данном случае я возьму и скажу, что это мой диапазон вот такой вот. Значит, вот такая вот штука. Значит, видно здесь, что когда я этот диапазон выбираю, у меня в формуле возникает ссылка на этот диапазон, который, странно так, сначала идет название листа, а потом идет уже ссылка на сам диапазон. Значит, диапазон – это всегда такой прямоугольник по камере, вот такой вот простой диапазон. Значит, это прямоугольник, у которого написан, соответственно, левый верхний угол и правый нижний угол. И дальше, значит, это тот диапазон, внутри которого я ищу. И дальше у меня есть следующий аргумент – это номер столбца, из которого я должен вытаскивать данные. И вот тут вот одна из моих нелюбимых вещей, она состоит в том, что мне нужно каждый раз вспоминать, ну, как бы каждый раз считать, под каким номером у меня вот в этом диапазоне идет, например, вот этот столбец. Ну, вот когда столбцов 5, это легко сделать. А когда столбцов гораздо больше, это сделать немножко сложнее. Интересно, почему 25? Ну, ладно, сейчас разберемся. А, понятно, почему 25, потому что там Клауди идет первый. И последний аргумент. Здесь мне нужно, значит, по умолчанию эта штука предполагает, что у меня вот эта вот штука отсортирована. Ему нужно сказать, что это не так, потому что иначе он будет использовать другой алгоритм поиска совпадений и будет выдавать неправильные ответы. Значит, вот такая формула получается. Ну, вот видно, что он действительно подставил, значит, подставил вот сюда оценку для Клауди. Вот она у нас Клауди. Он нашел эту строчку. То есть, давайте еще раз, как эта штука работает. Он находит вот в этом диапазоне, то есть вот в этом диапазоне, он находит строчку, у которой первый столбец совпадает, значение первого столбца совпадает с тем значением, которое вот здесь написано вот в этой перемене. Вот. И из этой строчки подставляет значение вот этого столбца. Значит, столбец, здесь просто указан его номер. Вот. Ну, давайте посмотрим. Да, вопрос на рассыпку. Что будет, если я теперь буду растягивать вот эту формулу, растягивать вот так вот вниз, копировать соответствующее значение вниз? Буду ли я получать правильные результаты? Да, вот это, опять же, типичная ошибка, которую я постоянно делаю. Ну, вот видно, что у меня в какой-то момент вдруг откуда-то взялся NA. Почему этот NA взялся? Ну, потому что я забыл закрепить вот этот диапазон. И поэтому у меня каждый раз поиск происходит в диапазоне, который тоже сдвигается вниз. И в результате, в конечном итоге, я дошел до диапазона вот такого. И это, в общем, совсем не там, где я хотел что-то найти. Вот. Поэтому мне нужно не забыть здесь что-то закрепить. Значит, я буду менять сейчас строчку. Значит, мне нужно закрепить вот такие штуки. Вот. Дальше. Ну, окей. Дальше возникают всякие проблемы. Например, что делать, если я хочу... Допустим, что делать, если у меня студенты имеют разный first name? Я хочу использовать, например, не first name, а last name. Но при этом у меня вот в этой табличке записан именно first name первым столбцом. Но в данном случае это было бы легко исправить. Я мог бы просто сказать, что у меня вот здесь должен быть в качестве... Значит, в качестве той ячейки, по которой я делаю match, указать вот эту. А диапазон там указать, соответственно, тоже, начиная с второго столбца. Что-то ничего не работает. В общем, не работает. B1, E5. Чуть не нравится. Я ищу Джонсона. А, правда, потому что я не Джонсон должен искать. Я должен искать... Сейчас. Нет, Джонсон тоже тут есть. Почему он его не находит? А, я знаю, почему не находит. Потому что теперь вот эту пятерку нужно заменить на четверку. Потому что номер столбца считается от начала диапазона. А не от... Так сказать, они от начала таблицы. Почему нельзя было здесь ссылаться на эти столбцы не по номерам, а по, ну, хотя бы по вот этим буквкам, которые обозначают номер столбцов, я не знаю. Вот. Ну, в общем, получилось вот так. Ну, в данном случае получилось неверно, потому что у нас есть два Смита, Элис и Боб. И им присвоились одни и те же оценки. И это, в общем, на самом деле не то, что мы хотели. Но, по крайней мере, демонстрирует, как использовать другой столбец. Ну, допустим, что я хотел бы делать мэтч не по имени, не по фамилии, а по полному имени. Ну, я мог бы создать новый, создать новый, новый столбец, допустим, full name. Значит, чтобы сделать столбец full name, можно использовать, например, вот такую штуку. Значит, чтобы делать конкатенацию строк в, ну, по крайней мере, в Google Spreadsheets. Я не помню, насколько это универсальная штука. Значит, по крайней мере, в Google Spreadsheets используется именно. Амперсанды. Или можно использовать функцию, которая называется, кажется, конкат. Да. Но это будет не очень приятно, потому что мне нужно будет написать как-то так. Конкат от вот такой штуки, а потом я хочу, допустим, сейчас. Я хочу к этому приконкатинировать вот это. Ну да, вроде так тоже работает. Вот. Ну и, в общем, дальше сделать то же самое здесь и там. И дальше использовать этот full name в качестве нового ключа. Вот. Это довольно распространенная история с этими VLOOKUP. Ну, соответственно, VLOOKUP от слова vertical lookup. В принципе, есть еще HLOOKUP, который делает горизонтальный такой же поиск. Но, как правило, его приходится использовать реже. Вот. Значит, это первая такая нетривиальная вещь. Есть более хитрая штука, которая позволяет добиться примерно такого же функционала, но чуть-чуть более гибкая. Значит, это... Значит, это есть две функции. Одна функция, которая называется INDEX. И функция INDEX позволяет сделать такую непрямую адресацию. То есть вот сейчас у меня все вот эти вот адреса, они непосредственно записаны внутри формулы. Функция INDEX позволяет сделать непрямую адресацию, а именно она позволяет брать содержимое ячейки, у которой адрес указан своим значением в какой-то другой ячейке или какой-то формулой. Значит, давайте я... Да. Значит, давайте посмотрим, как это происходит. Вот у меня есть... Я указываю какой-то диапазон. И теперь я хочу сказать, что мне нужен, значит, элемент 2-3 из этого диапазона. То есть это что такое будет? Это будет вторая строчка, третий столбец. То есть вот это число 35. Вот оно. И теперь я могу сделать что-нибудь странненькое. А именно я могу сказать вот так. Допустим. Допустим, у меня будет вот так. Давайте я поставлю сюда значение ячейек. Ой, что произошло? А, понятно, что произошло. У меня сейчас нет здесь никаких значений, поэтому он мне выдал всю таблицу, весь диапазон. Ну вот теперь я могу менять здесь значения и, соответственно, получать, ну, как бы, получать разные ссылки на разные элементы отсюда. Почему это может быть полезно? Ну, на самом деле, функция, эта функция индекс может быть полезна не сама по себе, она может быть полезна с другой функцией, которая позволяет найти в некотором диапазоне, найти значение, которое будет удовлетворять каким-то условиям. Чтоб я помнил бы, да. Значит, эта функция match, и, например... Например, я могу найти вот в этом вот диапазоне, скажем, значение вот так, сейчас я не хочу делать. Допустим, я могу найти Клаудио в этом диапазоне. Нет, так не работает? А, потому что наоборот. Так тоже не работает. Очень не нравится. Range must be single row. А, я понял. Значит, и нужно сделать вот так. B2, B5. Значит, match позволяет найти номер, элементы, который равен чему-то конкретному, в какой-то конкретной строчке или столбце. Ну, то есть в диапазоне, который состоит из строчки или столбца. Ну, соответственно, дальше можно сделать аналог value cup таким образом. Мы с помощью команды match ищем, какой номер заданный элемент имеет в другой табличке, а потом используем этот номер для того, чтобы получить, с помощью индекса получить соответствующее значение. Ну, давайте попробую сейчас симулировать этот value cup с помощью match и индекс. Значит, чего мне нужно? Мне нужно… Давайте я сначала сделаю индекс. Допустим, значит, еще вот в этом вот списочке еще имя, которое мне нужно. Потому что наоборот, это я match хотел написать. Во. Так, давайте я зафиксирую. Так, это я уже зафиксировал. Давайте я… Значит, сделаю такую штуку. То есть, смотрите, что сейчас произошло. У меня вот в этой, значит, вот в этом столбце у меня сейчас в каждом, в каждой ячейке написан номер вот этого студента, номер строчки, которая соответствует вот этому студенту, вот здесь. Значит, вот в этой, вот в этом столбце. И теперь, что мне сделать, чтобы выдать, например, вот эту вот среднюю оценку. Значит, теперь я могу честно написать, что мне нужно от вот этого, значит, вот этот match использовать в качестве какого-то… Значит, какого-то там аргумента. Давайте я сделаю так. Значит, я хочу использовать вот этот столбец, а в качестве row подставить вот эту штуку, а в качестве колонки подставить первую. Ну и вот получилось то же самое. Нет, не получилось. Опять забыл закрепить. Теперь получилось. Понятно ли, как вот эта вот комбинация двух функций работает? Это уже, наверное, чуть менее тривиально, чем то, что мы обсуждали раньше. Окей. Давайте я запишу это в виде одной формулы. У нас, в самом деле, совершенно не обязательно было выносить это в отдельную, в отдельный столбец. Можно записать это в виде одной формулы. Значит, индекс. А сюда вписать вот эту формулу для match. Сейчас. Как-то сложно. Ну вот, тоже работает. Выглядит немножко страшновато, но зато позволяет не высчитывать явно, какой у нас там номер столбца. Столбца и снимается ограничение. Ну вот, в Lookup есть ограничение, что он позволяет искать именно, что у вас в диапазоне, в котором вы ищете, тот столбец, с которым вы делаете match, должен обязательно первым идти. Вот эта комбинация индекса и match позволяет от этого условия отказаться и дальше дает вам чуть-чуть больше свободы. Вот. Значит, ну вот это, пожалуй, одна из таких важных вещей, с которыми реально, ну, скажем так, она реально позволяет решать проблемы, которые… Просуществование которых вы даже не узнаете, если вы не знаете эти функции. Потому что вы, скорее всего, будете действовать немножко по-другому. Ну, там, как я обычно делал сводные ведомости, когда не знал про Lookup, я обычно старательно следил за тем, чтобы у меня на разных листах все студенты шли в одинаковом порядке. И тогда можно было просто, так сказать, относительно индексации добиться того, что вот та ячейка, которую я беру, это ячейка, которая соответствует нужному мне студенту. Но, честно говоря, это всегда вызывало проблему, потому что всегда, я не знаю, я создаю отдельный лист на каждую домашку, у меня всегда среди курса появился новый студент, у него не было домашек, раньше появились домашки позже, значит, сразу же возникло рассогласование в этих листах, и дальше это все нужно было очень аккуратно, вручную править. В общем, это было не очень приятно. Вот. Ну, хорошо, это что касается формул. Ну, давайте я еще что-нибудь такое необычное, про что-нибудь такое не совсем обычное расскажу касательно формул. Формул существует много, и делать они умеют много разных странных штук. Значит, ну, помимо там вот простой арифметики, которую мы обсуждали, есть, ну, окей, допустим, есть разные арифметические функции. Вот, например, представьте себе, что у меня есть какая-нибудь вот такая вот штука. Допустим, у меня есть какие-нибудь столбцы, в которых написано NA. Значит, во-первых, видно, что вот этот average, который я сейчас использую, он, все эти строчки, в которых написано что-нибудь, что не является числом, он их просто игнорирует. То есть, вот, он считает, что у меня вот здесь средняя, если у меня здесь оценка 2, а здесь ничего, то средняя считается только вот этой оценки 2. Если вы хотите, чтобы он воспринимал вот эти вот, значит, строчки, как, например, как нули, вы можете использовать другую функцию, average a, например. Например, давайте я попробую это сделать. Давайте я сейчас уберу умножение на коэффициент, чтобы не, чтобы была видна разница. Значит, это average, это average a. Average a. Да, он не числительен к регистру, можно писать большим буквам, можно писать маленьким буквам, ему все равно. Вот, ну, а теперь видно, что он вот этот NA воспринимает как 0. Что тут, этот average a. Да, значит, нет никакого понятия, насколько я знаю, нет никакого понятия, никакого встроенного нано, никакого встроенного понятия миссинга в электронных таблицах. Вот. Но, с другой стороны, видите, есть функции, которые воспринимают строчки как миссинги, а есть функции, которые воспринимают строчки как нули. Кстати, не знаю, можно этому average a что-то подставить такое, чтобы он, нет, видимо, нельзя, видимо, по умолчанию всегда их будет нулем считать, даже никакого не перепрограммируешь в этом месте. Вот. Ну, а чего еще бывает? Ну, бывают всякие штуки, которые похожи на программирование. Вот, например, скажем, допустим, я хочу посмотреть на тех студентов, которые имеют среднюю оценку, скажем, больше трех. Значит, я могу сделать что-нибудь в таком роде. И в average больше трех написать что-нибудь, а иначе написать что-нибудь другое. Значит, вот, пожалуйста, некоторый аналог оператора if. Но, собственно говоря, не то чтобы аналог, а это вот он и есть. Соответственно, сюда можно было поставить какое-то конкретное значение, можно было поставить какую-то другую формулу. Ну, там, вот типичные случаи, скажем, у меня, может быть, разная ситуация, например, человек либо пропустил что-то по болезни, либо пропустил что-то безуважительной причины. Вот. Соответственно, я могу с помощью, я могу, например, завести какой-нибудь столбец. Ой, господи боже мой. Вот тут уже дальше нужно придумывать дизайн. Например, у меня есть... Вот, например, у меня есть какая-нибудь табличка, в которой я... У меня есть какие-то N по уважительной причине, N безуважительной причины. Как их учитывать по-разному? Ну, вот так вот сходу и не скажешь. Нужно подумать. Есть всякие, например, вот такие штуки. Вот, например, есть такая штука, которая позволяет... Например, посчитать среднее из нескольких значений, но только при выполнении некоторых условий. Условия... Так, сейчас. У меня сначала есть... О, смотрите. Ох, сейчас что-нибудь странненькое сделаю. Давайте представим себе, что у меня есть две такие таблички. Это похоже на какую-то задачу, которая была про Pondos. Вот у меня есть оценки, а теперь у меня есть другая таблица, где у меня написано... Давайте это я сейчас пока все посношу. Значит, вот допустим, что у меня здесь есть просто оценки, как они есть. Есть какая-нибудь другая таблица. Давайте я здесь же это сделаю. Вот так, на самом деле, лучше не делать, но я для... для того, чтобы было более визуально сделать на одном листе. Значит, допустим, у меня здесь есть информация по поводу того, почему человек пропустил ту или иную контрольную. И, допустим, у меня есть... Допустим, это просто табличка, в которой написано уважительные причины или неуважительные. Good excuse или bad excuse. Так, сейчас. Только сюда писать бессмысленно. Давайте я вот сюда буду писать. Значит, там, где у меня здесь были нули. Что-нибудь в таком роде. И теперь я могу сделать уже что-то более странненькое. Например... Не знаю, что сейчас получится. Значит, допустим, я буду использовать average if. Ой, нет, не то. Значит, допустим, я скажу, что я беру вот этот диапазон. И если... Давайте пока так сделаем. Почему мне нравится? Деление на 0. А, понятно, почему мне нравится. Интересно, получилось то, что я хотел. Ну, почти. С точки зрения наоборот. Здесь нужно было, наоборот, сказать, что у меня будет совпадение с bad excuse. Нет. Сейчас. То есть он включает соответствующую штуку в... Окей, видимо, мне нужно было... Или здесь поменять их местами. В общем, короче говоря, тут уже надо подумать, как использовать эту функцию. Ну, понятно, что она делает. Она просто подставка... Значит, она берет в качестве усредняемых, берет только те ячейки, для которых выполняется условие, что вот в этом диапазоне на соответствующем месте стоит вот это значение. Ну, ладно, надо подумать, как это адаптировать именно для моей задачи. Но видно уже, что можно использовать систему электронных таблиц, чтобы делать какие-то довольно нетривиальные штуки. Так, давайте я еще одну вещь покажу. Давайте попробуем сделать какую-нибудь сводную таблицу. Допустим, я хочу... Сейчас. Значит, что я хочу? Я хочу сделать вот что. Допустим, у меня такая табличка есть. Значит, student, допустим, course, grade. Значит, мы такое делали, опять же, в Pandas. Давайте посмотрим, как с похожей задачкой справится обычный Google Spreadsheets. Значит, есть штука, которая называется PivotTable, сводная таблица. Ну, давайте. Значит, она спрашивает, из какого диапазона брать информацию. Значит, H3A1C5, это похоже на правду. И давайте создадим на новом листе. Так, и теперь здесь можно уже в интерактивном режиме указывать, чего мы хотим. Значит, вот здесь вот она уже более-менее понимает, что у меня буквы, которые написаны в строчках, столбцах, это название колонок. Значит, вот у меня теперь студент, это Alice и Bob. Колонки – это курс. И оценки – это grade. Ну, вот смотрите, как красивенько получилось. Она автоматически сделала нам сводную таблицу. И, опять же, она умеет делать разные агрегирования. Можно дополнительно делать какие-то фильтрации. Ну, в общем, тут много чего можно делать. Это такой тоже полезный инструмент, если вы не используете там какой-нибудь Pandas. В принципе, вот это операция, которую довольно часто приходится делать, когда вам нужно как-то вот сагрегировать данные и вот так вот их раскидать. сделать, так сказать, из, как это называется, из длинной таблицы, сделать широкую таблицу. Вот. Заодно она еще и какие-то средние посчитала. Но можно было попросить ее считать не среднее, а что-то другое, наверное, в качестве grand total. Она сейчас не среднее считает, она сейчас сумму считает. Если я здесь скажу, что я хочу считать average. Да, вот она нам посчитала average. Вот. Значит, теперь... Чего еще часто приходится делать? Часто приходится делать какую-нибудь фильтрацию. Значит, фильтрации и сортировки. И тут есть два разных режима. Ну, во-первых, можно делать сортировку самой по себе таблицы. Значит, если я сделаю data... Окей, допустим, я выделю какой-нибудь диапазон. И теперь я могу выбрать, как его отфильтровать. Здесь можно специально поставить галочку о том, что у нас первая строчка. Это на самом деле название столбцов. И сказать, например, что я хочу отсортировать по оценке, по возрастанию. Ну, действительно, отсортировалось. Значит, что здесь происходит, какие тут есть особенности. Во-первых, что можно сделать плохого? Можно сделать очень плохую вещь вот такую. По крайней мере, в Google Spreadsheets это можно сделать. Вот, например, в Numbers в маковском этого сделать в принципе нельзя. А тут можно. Так, что, у меня отводился интернет. Нет, вроде восстановился. Значит, смотрите, можно сделать... Вот, я выделил диапазон, но я выделил диапазон не весь, а кусочек. И теперь я его отсортировал. Давайте я его... Ой. Вот такой вот диапазон я отсортирую. По оценке. И вот в этот момент происходит катастрофа, потому что таблица перестает иметь хоть какой бы то ни было физический смысл, потому что я потерял взаимосвязь между строчками. Точнее, между столбцами в разных строчках. Я помню, что был какой-то скандал, когда из-за какой-то похожей ошибки в таблице какая-то статья в каком-то известном экономическом журнале, значит, выяснилось, что там написано ерунда просто, потому что... Нет, там, кажется, была другая проблема. Там, кажется, была не такая сортировка, там они, по-моему, не дотянули какую-то формулу до конца. И формула... Ну, вот, было что-то типа такого, что была формула, которая считала вот что-то в таком роде. Они ее не дотянули до конца, в результате у них полтаблицы оказалось не включено в те подсчеты, которые должны были быть. Ну, реально, потому что вот тут легко сделать такую ошибку, потому что вот когда вы смотрите на таблицу вот так, вы не знаете, докуда вот эта вот формула идет. Ну, в общем, короче говоря, тут можно сделать какие-то неприятные вещи. Общее правило состоит в том, что никогда не сортируйте. Таблицу по кусочкам, а всегда сортируйте ее, ну, вот так, чтобы у вас в диапазоне строки были бы включены целиком. В этом случае вы, по крайней мере, гарантируется, что вы не насортируете что-нибудь очень странного. Вот. Значит, и это сортировка, которая меняет таблицу. Но иногда вам нужно не поменять таблицу, как она есть, а просто на нее посмотреть в ассортированном виде. И в Google Spreadsheets есть на эту тему специальная штука, которая называется FilterView. Значит, FilterView позволяет создать как бы такую временную таблицу, точнее, временный способ смотреть на таблицу. И у него есть два, значит, две штуки. Первая штука он умеет делать. Так, а как, собственно говоря, это включить? FilterView, Option, DateRange. Как, собственно говоря, заставить его фильтровать? А, я понял, как его заставить фильтровать. Я не туда написал. Ой, что это такое? Кажется, это какой-то баг. Ну ладно. Так, почему он хочет мне фильтровать по этой ячейке? Я не очень понимаю. Давайте я выберу какую-нибудь более правильную ячейку. Вот, допустим, вот эту. Great. И попробую сделать FilterView. Да. Значит, что здесь можно сделать? Все равно что-то странное тут пишет. Это, видимо, из-за того, что я увеличил неудачно. Значит, во-первых, можно сделать сортировку. И вот эта сортировка, она сейчас существует только внутри вот этого фильтровью. Исходная моя таблица не меняется. То есть, если, например, в эту же самую таблицу в этот момент смотрит другой человек, то если он не смотрит в этот фильтровью, то он ее увидит в том порядке, в котором она была изначально. Это часто бывает полезно. Ну а вторая вещь, которая тут тоже есть и которая ужасно бывает полезна, это действительно именно возможность осознания фильтров. То есть возможность посмотреть только на те строчки, которые обладают каким-то свойством. Ну вот, например, я хочу посмотреть только на оценки по алгебре. Вот я отфильтровал, опять же. Но вот в данном случае у меня сейчас таблица, она находится в таком состоянии, она не забыла те строчки, которые не входят в этот фильтр. Но вот если кто-то другой сейчас будет смотреть на эту же таблицу, то он тоже увидит ее вот в таком виде, отфильтрованной. Ну, соответственно, если вы хотите, чтобы у вас было бы несколько разных способов, например, фильтровать таблицу, то вы можете использовать вот эти фильтровью и делать это независимо. Так, ну давайте выключим фильтр. Вот. Значит, чего еще здесь бывает веселенького? Давайте я еще одну забавную функцию именно Google Spreadsheets покажу, которая бывает полезна, когда вы делаете такую как бы таблицу, которая выполняет функцию немножко какого-то приложения. Ну вот, например, в какой-то момент я, допустим, планировал, скажем, свою свадьбу, и у меня был список гостей, и мне нужно было контролировать, кто из гостей приглашен, кто, значит, ответил согласием, кто ответил несогласием. И, в общем, это дело такое непростое. И у меня была какая-то такая табличка, значит, у меня было здесь, допустим, имя гостя, и здесь был, допустим, статус, ну и там был какой-нибудь там количество сопровождающих. Вот. И тут были какие-то имена, допустим, И дальше я решил, что у меня будет несколько статусов, и сделал такую штуку. Значит, во-первых, я хочу, чтобы здесь у меня в колонке статус были бы значения из некоторого фиксированного списка, и это можно сделать с помощью этого пункта Data Validation. Значит, например, я могу сказать, что эти значения обязательно из... Ну, давайте я напишу из какого-то конкретного списка. Допустим, приглашен, согласен, значит, допустим, приглашен, придет, не придет, не приглашу. Допустим, четыре состояния. И после этого, поскольку у меня фиксированное количество разных вариантов, то у меня теперь я могу их выбирать просто вот так вот. Так, допустим. Теперь я могу, например, посчитать, теперь я могу, например, посчитать, сколько у меня приглашено или сколько у меня придет. Значит, count if. Вот. Теперь я могу просто выбирать здесь. выбирать здесь статус, и автоматически подсчитывается, сколько у меня народу ждать. Дальше можно, чтобы это было все совсем симпатичнее, можно еще использовать еще один, еще одну штуку, которая называется conditional formatting. Это штука, которая позволяет разукрасить ячейки в разные цвета, или, ну, чаще всего я ее использую, чтобы именно разукрасить, в зависимости от того, что в этих ячейках написано. Ну как, чаще всего я, опять же, работаю с какими-то видомостями, и я разукрашиваю оценки, типа удовлетворительно, неудовлетворительно, она, соответственно, удовлетворительно нам не рисовать там, желтеньким, там, отлично рисуют зелененьким, а не удовлетворительно красненьким. Но здесь можно было бы сделать что-нибудь, например, текст придет, например, раскрасить зелененьким, и, допустим, текст не придет закрасить красненьким. надо сказать что можно рисовать такие красивенькие таблички с помощью этого дела на сказать что в пандус тоже это можно делать там есть возможность выбирать стиль и в зависимости от зависимости от того что там написано зависимости от значений так что но вот такого вот простого воспользования практически приложение сделать уже немножко посложнее вот чего еще вам такого веселенького показать вот еще типичная задачка допустим у вас есть какие-нибудь в обратную сторону у вас есть какая-нибудь строчки в которых написано полное имена а вам нужно их разбить отдельно на имя на фамилию что в таком роде в таком роде и это можно сделать например здесь есть встроенная функция если говорю долгое время не знал про то что такая функция есть но она есть вот сплит текст колонс и вы можете явно сказать что допустим я хочу разбить по пробелу и вот пожалуйста разбили теперь у нас есть отдельная строчка начали на столбятся с именем и другой слабятся фамилией или можно например это делать с помощью формулы например вот так формула на самом деле умеют записывать не только в тот столбец в которых в котором они написаны они умеют записывать и в какие-то соседние столбцы или соседние строчки поэтому например отбывать такая формула сплит функция сплит которая позволяет разбить строчку на две строчки в зависимости от назначению но зависит по данному разделителю вообще есть разные способы работать со строчками есть разные строковые функции например что там кроме конкатенации допустим если я хочу это как так как называется ладно забыл давайте я сделаю вот что помните люб про регулярное выражение данный рассказывал например я могу с помощью регулярного выражения вытащить вот допустим из этого текста вытащить скажем первую допустим вот так и могу вытащить первую букву фамилии значит написал здесь регулярное выражение которое говорит что она должна начинаться с пробела потом должен идти произвольный произвольный символ который является частью слова и соответственно у меня сейчас здесь написано на самом деле тут некоторая хитрость когда мы что написано вот в этой ячейке на самом деле если кто-то думает что написано с то тот ошибается тут написан пробел с потому что этот рег экстракт он вытаскивает всю строчку которая соответствует этому регулярному выражению и эта штука которая создает вообще одна из типичных штук которая создает очень трудно обнаруживаем ошибки это какие-нибудь пробелы в начале и в конце строчки потому что их невозможно обнаружить и поэтому как правило очень хорошо обернуть какую-нибудь функцию которая генерирует какие-нибудь строчки в функцию 3 которая уберет пробелы из начала и из конца вот ну вот такими штуками тоже довольно регулярно пользовался но надо сказать что я им пользовался потому что я не знал что есть функция сплит я с помощью регулярок вытаскивал имя и фамилию отдельно но это по неграмотности хотя бывают ситуации когда полезно именно использовать регулярки чего еще можно делать хитрого хитренькие функции есть а вот например еще из забавного можно скажем у вас была какая-нибудь табличка вы можете взять ее и транспонировать у нас была вот такая таблица я хочу ее транспонировать я могу сделать это с помощью функции транспорта опять же как видите формула записана в эту ячейку она может на самом деле она может записывать данные не только в эту ячейку но и видите как сделать целую таблицу новую новый кусок таблицы вот чего больше такого веселья кого рассказать чего мне с чем мне приходилось 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 сталкиваться такой слайсер вот какая-то продвинутая штука выберите колонки да это видимо какая-то штука которая делает группу агрегирования и начнем что-то вроде группировки агрегирования но честно говоря когда у меня возникают такие задачи я уже ухожу из электронных таблиц и перехожу в пандас так что тут я не знаю как эта штука работает группировка теперь эту штуку убрать отсюда просто удалить ну-ка давайте попробуем сделать какую-нибудь группировку группировать так это видимо результат неудачной группировки сейчас мы сделаем какую-нибудь удачную группировку допустим я хочу все сгруппировать по фамилии вы понимаете мне хотят нет не знаю что это что эта штука это как штука должна работать давайте уберем и так хорошо чем еще рассказать про электронные таблицы ну ладно давайте какие-нибудь картинки построим хотя я думаю что это как раз относительно простая история правда всякий раз когда мне нужно строить картинки в чем-нибудь такого типа и я всегда страдаю потому что мне кажется что у меня недостаточно возможностей но давайте попробуем построить что-то странное построилось да ну кстати первая же попытка что-то построить построил что-то разумно или нет потому что он пытается пытается учесть пытается учесть last name в качестве какого-то эксперимента который хочет отобразить да видимо так лучше ну кстати не такие уж и плохие картинки интересно можно лишь здесь сейчас построить гистограмму долгое время была большая проблема с тем чтобы построить в системах электронных таблиц обычная гистограмма мне приходилось это делать с помощью функции frequency интересно решена ли эта проблема сейчас допустим у меня есть куча чисел я хочу построить этот этот и куча чисел гистограммы могу я такую штуку сделать в excel и точно уже можно строить гистограммы можно ли это делать здесь да похоже на правду ну хорошо если я хочу поменять если я хочу поменять количество бинов как это сделать да смотрите-ка нормально можно строить гистограммы все-таки прогресс не стоит на месте вот в общем на самом деле много много чего можно сделать с помощью электронных таблиц но в чем преимущество с моей точки зрения в чем преимущество работы именно в питоне или в чем угодно еще таком более программистском то что вы получаете но не просто табличка вы получаете некоторых алгоритм который принимать на вход табличка выдают то что вам нужно и дальше если у вас что-то поменялось таблица то у вас алгоритм будет автоматически корректно работать с новой табличкой вам не придется там допустим вручную при поступлении новых данных протягивать какие-нибудь ячейки чтобы чтобы формула у них обновились ну в общем как бы вот таких вот таких проблем не будет но и в целом мне кажется что все таки многие вещи гораздо проще делать именно набирая какой-то код они возяясь с интерфейсом вот но тут кому как удобнее я знаю что в индустрии excel это один из основных инструментов с которым приходится иметь дело по крайней мере в том с чем вам может быть может быть предстоит столкнуться вот надо сказать что в google spreadsheets недавно появилась эта функция explore которая сама пытается подобрать какие-то способы что-то делать что-то сделать с вашими данными как бы она пытается проанализировать их структуру и автоматически во первых подсовывать вам какие-то вопросы которые вас могут заинтересовать во вторых подсовывать сразу же возможные там картинки или какие-то статистики которые могут опять же могут быть интересны в контексте этих данных вот да есть еще один комментарий такой глобальный по поводу электронных таблиц и программирования значит вообще в разных системах электронных таблиц есть разные способы автоматизировать то что невозможно сделать с помощью вот самих самих вот этих вот инструментов связанных с формулами там под microsoft excel есть язык программирования который называется vba visual basic applications ничего про него не знаю кроме того что он тоже одно время по камеру был дико популярен и то что естественно не можно запрограммировать все что угодно в случае с гугловскими таблицами у вас есть разные подходы можно здесь есть какой-то собственный скриптовый язык кажется похож кажется они используют джаваскрипт в качестве скриптового языка и тут тоже можно писать какой-то код чтобы все это обрабатывать тоже про это ничего не знаю кажется один раз в жизни я писал какой-то код для google спрэджет уже даже не помню про что я не помню на каком языке и вообще что я при этом делал значит и да соответственно можно писать макросы на допустим visual basic for applications это какой-то код который будет что-то делать как-то обрабатывать ячейки вашей таблицы но это уже полноценный язык программирования там можно создавать переменные и значит все что угодно делать циклы все что хотите вот и другой подход состоит в том что вы можете использовать допустим обычный питон в связке с чем-нибудь ну там типичный для меня сейчас workflow это такой и я использую питон питон подключается к какому-нибудь google спрэджет у гугла у всех этих google docs есть опишки с помощью которых можно писать приложения которые будут следственно взаимодействие с вашими табличками и типичная ситуация такая что вот у меня есть табличка в которой данные как собираю и дальше я пишу питоновский скрипт которые забирают именно из этой таблички что-то с ними делает и дальше он может например выдавать данным выдавать какие-то преобразованные данные в ту же табличку записывать в другое место или еще чего-то вот все что угодно у через api можно делать все что все что все что хотите более-менее вот и единственный единственный недостаток сейчас этого подхода состоит в том что для того чтобы сделать приложение которое может получать доступ к этому api приходится но там я сейчас покажу инструкцию значит есть библиотечка которая называется госпрэд это как раз библиотека для работы с гугловским с гугловским api и и значит ну вот собственно говоря здесь видно чего какие-то простые штуки которые он умеет делать например обновить и значит значение в такой-то ячейки или форматировать значение в такой-то ячейки или еще что-нибудь в этом роде вот но самое сложное это значит и это получить доступ то есть вам нужно сделать вот что вам нужно получить специальный сервисный аккаунт есть разные способы как можно дать вашему приложению доступ к вашим табличкам ну вот например инструкция инструкция про получение сервисного аккаунта выглядит как-то вот так вот и это кажется еще не самая короткая инструкция здесь 8 пунктов и это не то чтобы это было сложно это нужно куда-то зайти куда-то кликнуть куда-то еще кликнуть и так далее вот но когда вы этот доступ получаете то дальше вы можете например сделать следующее вы можете просто расшаривать ваши гугловские таблички на специальный сервисный аккаунт то есть у меня там будет какой-то e-mail на это e-mail на самом деле не живого человека бота и соответственно вы дальше можете с помощью вашего скрипта получать туда доступ и сходите могу как-нибудь показать как это делается вот но это такая немножко занудное занудное мероприятие когда реально нужно кликнуть примерно 10 раз по разным кусочкам интерфейса этого самого google developer консоль вот на принципе это бывает очень полезно потому что вы так объединяете с одной стороны визуальные инструменты google spreadsheet или например ну а типичная ситуация если мне нужно собирать какие-то данные от людей и я прошу людей заполнить какую-нибудь формочку а потом я хочу эту формочку обрабатывать уже с помощью скрипта и я хочу чтобы у меня скрипт опять же автоматически работал на самой последней версии данных или другой пример наоборот у меня есть скрипт который время от времени ну вот скажем я по просьбе коллег я в прошлом году сделал такую штуку значит у меня был скрипт который скрепил некоторый сайт который аккумулирует информацию про того сколько человек подали документы на какие программы и я ее скрепил и агрегировал и коллеги хотели чтобы этот отображался в виде какой-то таблички с которой они уже смогут работать вот и я не исключаю что это было я не исключаю что я она я не знаю ну да 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 что такое делал и невозможно что вы ее видели я не знаю это как бы я расширил коллегам а дальше что они с ней делали я не знаю вот может быть когда другой сделал то же самое вообще в принципе можно с помощью вот таких скриптов и google spread что-то реализовывать какие-то приложения довольно сложной логикой но правда когда логика становится слишком сложной я в общем становится становится сложно со всем этим работать уже как пользователю но в любом случае часто это бывает проще чем написать какое-то прям совсем настоящее приложение вот ну в общем вот так вот то что я хотел сегодня рассказать так ну что на этом наверное можно потихоньку заканчивать если какие-то вопросы ладно время 19.30 можем с чистой совестью считать себя свободными всем всего хорошего до свидания до свидания